Вала Щух СД пишет вам эссе, в жизни рок-н-ролл, Вала Щух СД Всем привет! Сегодня расскажу историю про предпринимательскую смекалку. Первую свою собственную квартиру, по счастливой случайности, о которой я расскажу в другой раз, я приобрел в рассрочку в 1994 году. Это было у черта на куличках, в северном Бутово. Один мой знакомый доцент, с детства проживающий на Кутузовском проспекте, при каждом удобном случае всегда меня подкалывал, спрашивая, ну как там погода в Туле? Но я был счастлив. Все-таки первая серьезная собственность. И больше не надо было снимать чужие углы. Но мой рассказ не о квартире, а о телефоне в эту квартиру. Тогда, в домобильную эпоху, было очень важно провести в квартиру городской телефон. Без этого никуда. Дом был новый, нетелефонизированный. И поэтому я сразу же решил быстро действовать, чтобы на местном телефонном узле не разобрали все номера. А так как я был начинающим предпринимателем, то по своей наивности еще не знал, что не все в этом мире решают деньги и связи. И что не всегда надо заходить с черного входа. Что вход в дверь напрямую, как правило, намного проще, быстрее и дешевле. Но я-то, как начинающий бизнесмен, был уверен, что деньги решают все и эффективнее идти окольными путями, через всяких решал. Поэтому через своих знакомых я вышел на их знакомых, а те вывели меня еще на одних своих знакомых, и уже те вывели меня аж на начальника московской городской телефонной сети, который и дал распоряжение своим подчиненным установить мне телефон. Конечно же, я заплатил всем знакомым, а те знакомым знакомы и так далее. Обошлось мне это, опять точно не вспомню, но в несколько тысяч долларов. А по тем временам это были очень приличные деньги. Начальник оказался человеком слова, и подчиненные его, видать, уважали или боялись, но телефон мне действительно установили быстро, в течение нескольких дней. И вот однажды я, счастливый и гордый собой, что и квартиру сумел получить, аж в самой Москве, и телефон в эту квартиру быстро провести сумел. Вот вышел я во двор, подышать свежим воздухом, осмотреть прилегающую территорию и полюбоваться на окна своей квартиры, где и познакомился с соседами с другого подъезда. Мы стояли, курили и говорили обо всем и ни о чем. А затем я решил похвастаться, что мне уже установили телефон. Сосед сказал, что и он тоже установил. Я поинтересовался, во сколько это ему обошлось. Бесплатно, ответил он. Как бесплатно? Ну как, пошел в местное отделение Московской городской телефонной сети, а там у них забронированы номера на наш новый дом, предъявил документы, что я собственник квартиры, написал заявление, и они мне за пару дней все установили. Я стоял, тупо смотрел на него и думал, как же хорошо, что я не успел сказать ему, во сколько мне это обошлось, а то стыдно было бы потом во двор выходить. Вот такая вот история про предпринимательскую смекалку. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok